Спрос на чипирование вырос в начале года. Интерес владельцев домашних питомцев к этой технологии только растет. Рекорд зафиксировали в этом месяце. Чипизация только звучит так грозно. На самом деле в этой процедуре нет ничего страшного и опасного. Ставят ее как обычную прививку. Вот сейчас пошли QR-коды. Плюсом, что можно навести QR-код и прочитать информацию о хозяине. А чип, его не извлечь, это можно потерять, так же как и ошейник. А чип всегда у собаки несет и у кошки, несет информацию о владельцах. Чип это информационный носитель. Он состоит из биоматериала. Его состав абсолютно безвредный и подходит любому животному, даже тем, у кого есть аллергия. Такое устройство устанавливают буквально пару секунд с помощью шприца. На теле питомца его абсолютно невозможно нащупать или увидеть. Проверить можно только с помощью специального устройства. Процедура чипирования как обычная подкожная инъекция. Чуть-чуть потолще игла, чем у обычных шприцов. Соответственно, сразу сканируем на наличие чипа и на его считываемость. Все. Чип подкожный, номер тот же самый, что и будет в документах. Такая процедура существует давно. Но до недавнего времени люди не понимали ее предназначения. Сейчас без чипа питомцам запрещено путешествовать и ходить на выставки. Ставить его можно даже больным, даже в момент операции. То есть у нас есть животные безнадзорные, которых подбирают волонтеры. Они привозят их к нам на стерилизацию, на кастрацию. И мы одномоментно с операцией делаем чипирование. То есть чип, как я уже говорила, не меняет состояние животного и не конфликтует с другими препаратами. После чипирования все данные о животном и его владельце вносят в онлайн-базу и ветпаспорт. Цена на такую услугу в Челябинске варьируется от 500 рублей до 2000.